Впервые на московском вокзале в Нижнем Новгороде для пассажиров открывается второй этаж главного здания и ВИП-зал ожидания. Перестроены все внутренние помещения, отремонтированы платформы. Всем необходимым оборудована комната матери и ребенка. Системы оповещения и навигации разговаривают на двух языках – русском и английском. По объему и сложности проект реконструкции московского сопоставим со строительством нового железнодорожного комплекса. Основное здание вокзала кардинально преобразилось всего за год. Мы долго видели время, как он ремонтировался. Было, конечно, немножко неудобно, потому что приходилось какие-то неудобства. Но сейчас, конечно, поражает. Надеюсь, что в основном сделано для гостей и для людей нашего города. Очень красиво. Шикарно. Я просто смотрю и думаю, ведь могут, если хотят. Вот честное слово, прям гордость такая. Здесь установлена сегодня самая современная на наших вокзалах система пожаротушения. Причем отечественного производителя. И здесь мы рисков каких-либо точно не видим. Здесь, на этом вокзале, мы применили все новинки, которые российские железнодороги начали применять в последние 2-3 года. Работу принимал глава региона Глеб Никитин. Он первым купил билет в кассе. Кассы, кстати, стали открытыми. Такие в нашей стране есть только на трех вокзалах. Работы на московском обошлись более чем в 2 миллиарда рублей. Внутренняя площадь увеличилась на тысячу квадратных метров. Впечатления прекрасные. Я думаю, что у нас у всех простор, цвет, красота, чистота. Но мне кажется, что все-таки самое главное, это не даже внешний вид, а функциональность. Здесь расширена пропускная способность, фактически более чем на 30% в целом по пассажиропотоку. Расширены залы ожидания тоже в три раза. Есть уверенность в том, что даже при самом большом потоке пассажиров, когда, собственно, у нас будет чемпионат мира, уже здесь не будет заторов. Люди будут себя чувствовать комфортно. Новый вокзал позволяет вести работу и по развитию железнодорожного сообщения. Задача, которая стоит, безусловно, это увеличение количества скоростных поездов. Вы в курсе, что мы запустили САПСАН до Санкт-Петербурга. Дополнительные поезда, а это 67 поездов на перевозку груз болельщиков сюда, в Нижний Новгород. Вся инфраструктура здесь доступна маломобильным гражданам. Реконструкция стала самой масштабной среди всех проведенных на железнодорожных вокзалах городов-участников чемпионата мира по футболу. Оксана Понагушина, Михаил Городников, Объективно, ННТВ.